Понимаете, понятно, что это искусственно не сделаешь, просто когда чувство собственного достоинства шатко стоит, оно надломлено, тогда в этом случае любое замечание сверху кажется насилием. И очень трудно жить, когда кто-то старше над тобой. А от младших тоже исходит насилие у всех людей всегда, когда есть младшие, они тоже насилие совершают. И если у лидера чувство собственного достоинства некрепкое, то он страдает и в обоих случаях. Ему очень трудно подчиняться и невозможно руководить, потому что руководитель должен быть настолько достойным, что на него можно было опереться. По факту люди, которые подчиняются кому-то, они всегда подчиняются именно чувству собственного достоинства человека. Достойный человек, он естественно становится старшим. Когда чувство собственного достоинства страдает, то в этом случае человек шаткое положение в жизни имеет. Это касается всех вообще. У женщин тоже есть женское чувство собственного достоинства. Оно делает женщину красивой. Чувство собственного достоинства — это не гордость. Это удовлетворенность своей судьбой, своей жизнью. Когда ты поступаешь правильно в жизни, то сердце Господь утверждает тебе чувство собственного достоинства. Девушка становится красивой, влиятельной. Мужчина становится сильным как личность. Люди все должны быть очень достойными. Нужно быть сильным. Внутренне сильным означает благородным. То есть делать добрые дела и опираться на них в своей жизни. Некоторые пользуются чувством собственного достоинства как гордостью. То есть они пытаются подчинить другим себя и показывают свое величие другим людям. Это работает тоже. Люди, когда выглядят очень гордыми, то им подчиняются. Но по неволе. Не с любовью, по неволе. Поэтому лучше культивировать истинное достоинство, в котором твоя внутренняя сила указывает на благородство, на чистоту помыслов. Тогда всем легко становится. И старшим, и младшим. Вам надо работать в этом направлении. Лучше сейчас вам быть подчиненным какое-то время. Потому что вы сами поймете, когда вы можете что-то сделать свое. Это зависит от того, насколько сильно внутри себя вы себя чувствуете. Когда же я вам предложил взять микрофон, то ваше сердце должно было вам подсказать, что это для вас. Но оно вам подсказало другое. Именно из-за этого, что вы не верите в свою победу. Я поэтому вас и спросил, чтобы вам дать больше этих сил, чтобы вы поняли, что неправильно так. Нужно понимать, что вы тоже имеете права в жизни. Вы не ущемленный человек. Просто судьба вас воспитывает, мучает. Но это нормально. Она всех мучает. Спасибо.